К 1927 году Голощокин избавился от относительных своих конкурентов во власти. Председатель Сардаринского губисполкома Идрис Мустамбаев информировал комиссию партийного контроля. Если вы скажете, что бюро Крайкома это 7-8 человек, отвечу, это только арифметика. Почти весь Крайком представляет из себя один товарищ Голощокин. Может быть и диктатор, может быть и настолько сильный партийный работник, что всех остальных обезличил. Именно этого Сталин, скорее всего, и ждал от своего назначенца. Став первым секретарем Крайкома, Голощокин должен был воспользоваться внутренними распрями и укрепить вертикаль власти. Если бы он с этим не справился, его бы отстранили, как и на Нейшвиле. Но он справился и уже очень скоро говорил от имени всех казахских коммунистов.